МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 24 КИЗ. В студии работает Жанна Хусейнова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Повестка саммита достаточно обширная. От экономики до обеспечения безопасности. Впрочем, многие вопросы стали продолжением обсуждения с предыдущих встреч. Например, транспортные торговые коридоры. Подробнее о том, что было решено по этому и другим направлениям, из Кремля расскажет Динара Жанбатырва. Кремль сегодня стал эпицентром политических и экономических заявлений. Все внимание к Москве. Сегодня здесь проходит заседание Совета глав СНГ. Одним из первых пребывает президент Казахстана. Несмотря на пасмурную погоду в столице России, повестка саммита весьма ясна. От экономики до обеспечения безопасности встреча обещает быть насыщенной. Что скажут главы государств, члены СНГ? Какой вектор развития выберут? Да и в целом, с каким настроением будут выступать? Это тоже важно. После короткого приветствия участники Совета СНГ перешли к заседанию в узком составе только главы государств. В проекте повестки саммита порядка 14 вопросов. В основном это итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в этом году и основные задачи на 2025. В узком три вопроса. Во-первых, обмен мнениями о сотрудничестве в рамках СНГ. И в целом судьба самой организации. Кстати, Российская Федерация как председательствующая страна большую работу провела по эффективности организации ее исполнительных структур отраслевых органов сотрудничества. Мы успели пообщаться с местным экспертным сообществом. И вот что думает по этому поводу Константин Калачев. Сейчас все очень разные. Интересы разнонаправленные. Поэтому, да, будут искать то, что объединяет. Да, объединяет, безусловно, стремление к многополярности, объединяет стремление к безопасности, стремление к стабильности, стремление к экономическому сотрудничеству. СНГ – это возможность для лидеров стран общаться напрямую на общей площадке. Это возможность развивать межпарламентское сотрудничество. Это возможность развивать гуманитарные связи. Это возможность развивать культурные связи. А еще транспортные маршруты наверняка на это сделает акцент. В своем выступлении президент Казахстана это приоритет национальной экономики. К тому же надо признать, именно сухопутные транспортные пути привлекают мировых игроков большой экономики. Без сомнения есть огромный интерес многих политических центров, как и старых, так и новых, к нашему региону, Центральной Азии. Думаю, это объясняется в первую очередь смещением логистических коридоров. Это тот самый безопасный единый тюркский путь, центральный по континенту, который способствует свободному и быстрому передвижению оперативного транспорта, товаров и услуг. Относительно безопасно, как с востока на запад, так и с запада на восток. Поэтому, в первую очередь, логистический интерес сейчас в быстро меняющемся мире. Ну и, во-вторых, сам регион впервые начал приобретать определенный вес ввиду единого понимания всех этих процессов, которые происходят в мире, у лидеров государств. Стоит предположить, что затронет глава государства сферу безопасности региона. Тема актуальна, и ее обсуждение происходит практически на каждой интеграционной площадке. ШОС, АДКБ, ЕС и вот СНГ. Ну, вы знаете, что у нас есть АДКБ, которая работает для пяти стран, участниц этого объединения. Но сейчас ставится вопрос более широко. Почему? Потому что мировое сообщество идет пути регионализации. И вот уже буквально вчера я смотрела ряд очень интересных политологических работ американских исследователей, в частности, Корнеги института, Брокинского института, в которых указывают, что, видимо, будущее мирового сообщества будет именно по пути формирования региональных объединений. Это в первую очередь создание условий, в том числе экономической безопасности и безопасности национальной. Потому что, вот вы знаете, что 4 октября в Астане проходило заседание, да, по линии силовых ведомств и по линии служб безопасности. Вырабатываются общие координационные вопросы, связанные, как собственно, с безопасностью граждан, без борьбы с терроризмом, отмывают противодействие контрафакту и одновременно противодействие формированию незаконных, как-то работает ФАТФ, то есть отмыванию коррупционных средств. Поднимут участники заседания вопрос о председательстве не в объединении. На следующий год это будет Таджикистан. Соответственно, следующее заседание Совета глав СНГ состоится уже в Душанбе в начале октября. Еще порядка 10 вопросов лидеры стран обсудят уже в расширенном составе. Один из них – подготовка к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В плане также решения некоторых кадровых вопросов, содружества и подписания ряда документов. Финар Жамбатырова и Жан Канапияулы Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Москва. Официальные итоги голосования объявились сегодня в Центральной комиссии референдума. Из 12 миллионов 284 тысяч казахстанцев, включенных в списки голосующих, на участки пришли 7 миллионов 820 тысяч. Явка составила 63,66%. Референдум признан состоявшимся. Наиболее высокая явка в Казалардинской области – самая низкая в Алматы. За строительство АЭС, по официальным данным, проголосовали более 5,5 миллионов человек. Больше 2 миллионов поставили галочки в графе «Против». 130 тысяч бюллетеней, признанные недействительными. За голосованием наблюдали представители свыше 200 аккредитованных общественных объединений. Всего на участках работали более 17 тысяч наблюдателей. «Были созданы все условия для голосования граждан. Участки были оснащены устройствами для слабовидящих, работали также онлайн-сервисы. Около тысячи человек были временно зарегистрированы на участках референдума, чтобы проголосовать. В день референдума работали 246 территориальных и более 10 тысяч участковых комиссий. По всем негативным инцидентам в день голосования будет дана правовая оценка в рамках закона». Впервые в истории Казахстана такой жизненно важный проект, как строительство АЭС, был вынесен на общенациональный референдум и одобрен большинством голосов. Это свидетельствует о зрелости казахстанского общества и его готовности к новым вызовам. Об этом говорили сегодня на площадке Казатомпрома эксперты атомной отрасли. Как отметил директор Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гумар Сергазин, теперь предстоит большая кропотливая работа по подготовке к строительству АЭС. «Основной акцент мы будем уделять на подготовку кадров. Несомненно, это один из таких флагманов, где мы должны сейчас подготовить своих кадров, чтобы в дальнейшем они могли так и работать как при строительстве атомной станции, так и в дальнейшем при эксплуатации атомной станции. Потому что мы понимаем, что как только начнется само строительство, это от 8 до 10 тысяч рабочих мест появится. И максимально мы хотим забить локальное производство, чтобы местные продукции изготавливались, строительные материалы могли поставляться, ну и крупная другая машина строительной продукции, в том числе и автоматика, и электрооборудование могли использоваться при строительстве атомной станции». Послов доброй воли съезда лидеров мировых и традиционных религий избрали в Астане. Одним из них стал Димаш Кудайберген. В столице прошло 22-е заседание секретариата съезда. Представители духовенства и главы международных организаций говорили об актуальных проблемах человечества и даже затронули тему развития искусственного интеллекта и нейросетей. Подробности у Гульданы Кален. Сближение цивилизации, культуры и народов. Вот уже больше 20 лет Казахстан выступает диалоговой площадкой для лидеров мировых религий. Сегодня Астана вновь объединила паломников мира из 19 стран для обсуждения проблем и преодоления современных вызовов. Представители ислама, христианства, юдаизма и других религий, а также авторитетных международных организаций – все за одним круглым столом. Открыло заседание председатель Сената парламента, он же руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев. За последние несколько лет человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. Сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимосвязаны и усиливают друг друга. Сегодня возрастает значение духовной дипломатии. Как отметил президент Казахстана Касм-Жамат Кемелович Токаев, сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределенности, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями. Поэтому считаем, что важное значение имеет развитие таких диалоговых площадок, как съезд лидеров мировых и традиционных религий. Стремительное развитие нейросетей – еще один актуальный вопрос, вызывающий многочисленные дискуссии, добавил Маулен Ашимбаев. Наряду с широкими возможностями новые технологии представляют угрозу человечеству. Распространение фейков, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта, могут приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами. В этой связи нужно укреплять диалог между народами и культурами. Сошлись во мнении участники встречи. Искусственный интеллект может повлиять на некоторые фундаментальные принципы и религиозные ценности. Эти изменения станут важным вызовом для последователей традиционных религий. Поэтому в ближайшие годы мы должны подготовить план по сохранению мира и согласия. И это возможно только при коллективной работе всех представителей мировых конфессий. Казахстан издавна был центром шелкового пути, который соединял Восток и Запад. Страна сыграла важную роль в содействии активному обмену культурами, религиями от прошлого к настоящему. Кажется вполне уместным, что мировые религиозные лидеры собрались в Астане, чтобы обсудить пути укрепления мира и цивилизации во всем мире. Продвигать идеи нравственности, духовности будут помогать теперь и послы добрые воли. Такой статус в рамках заседания присвоили пятерым представителям мировых конфессий. Послами доброй воли съезда избраны. Патриарх Иерусалимский блаженнейший Феофил III, заместитель генерального секретаря англиканской общины епископ Джо Бейли Уэллс, генеральный секретарь мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам, генеральный секретарь, заместитель председателя исполнительного совета вьетнамской буддистской санхи Тхидды Тхен, казахстанский культурный и общественный деятель Димаш Кудайберген. В завершении участники встречи определили темы панельных сессий предстоящего восьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он пройдет в столице 17 и 18 сентября следующего года. Ирлан Кушанов встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили перспективы сотрудничества между странами. Председатель Мажелис рассказал, что с особым энтузиазмом посещает братскую для Казахстана Венгрию и передал Тамашу Шуйоку теплые приветствия от президента Касымжумарта Тукаева. Ирлан Кушанов подчеркнул, за последние годы казахстанско-венгерское сотрудничество достигло уровня стратегического партнерства. Казахстанские парламентарии находятся в Будапеште по приглашению председателя Государственного собрания в Венгрии Ласла Кевера. На встрече главы парламентов двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между Мажелисом парламента Казахстана и Государственным собранием в Венгрии. Также в рамках визита члены делегации приняли участие в открытии скульптуры Дамбра в городе Корцак. Сегодня на заседании правительства Ужас Бектенов поручил Акимам лично контролировать, как проходит отопительный сезон. В большинстве регионов страны уже подали тепло жителям. В южных областях отопление подключат в ближайшие дни. Глава правительства подчеркнул, что важно провести отопительный сезон на должном уровне. Самое главное – провести весь отопительный сезон на должном уровне, выдерживать все плановые параметры. Важно обеспечить ремонтные подразделения коммунальных предприятий всем необходимым оборудованием для их оперативного реагирования на любые ситуации. Акимам поручаю держать вопросы прохождения отопительного сезона на личном контроле. Министр энергетики рассказал, что на зиму запасли больше 5 миллионов тонн угля и 88 тысяч тонн мазута. Недостаточно топлива пока только на Риддерской ТЭЦ. Летом на модернизацию тепловых сетей из бюджета выделили 93 миллиарда тенге. На ремонт энергопредприятий направили 327 миллиардов. Финансирование увеличили почти наполовину. Основную часть средств привлекли за счет повышения тарифов. Остальное это деньги из резерва правительства и собственников ТЭЦ. Ранее было достаточно большое количество проблем, причина которых и была, конечно, и может быть и не только в вопросах недофинансирования, не только в вопросах тарифов, но связанных как бы и с менеджментом данными энергетическими объектами. И за последние два года беспрецедентный объем работ был проделан для ликвидации этих проблем. Государство приняло беспрецедентные методы поддержки путем прямого финансирования за счет резерва правительства наиболее критических объектов. Была проведена большая работа с собственниками, достаточно большие средства адекватные, в смысле соразмерные объемы государственных инвестиций были также направлены с собственниками. В Уральске стартовал отопительный сезон. Тепло уже подали в детские сады, школы и больницы. В жилых многоквартирных домах оно появится чуть позже, поскольку в регионе сейчас аномально теплый октябрь. Столбики термометров показывают плюс 25 градусов. Генеральный директор коммунального предприятия Бакаджан Акимгожин рассказал, работы осуществляются поэтапно. Полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Если температура в течение трех суток будет ниже плюс 8 градусов, то мы жилые дома будем подключать. На сегодняшний день все детские сады и школы по заявке и медучреждения мы подключаем к теплу. Запрашиваем каждый день официально в КАЗ-Гидромете запрос на ближайшие три сутки температуры. В Карагандинской области локализовали природный пожар. По данным МЧС, площадь, пострадавшая от возгорания территории, устанавливается. Напомню, спасатели и пожарные тушили пламя круглосуточно. В работе были задействованы больше 500 сотрудников ДЧС и 80 единиц спецтехники. Стихия не дошла до населенных пунктов. По информации Акимата района, скот также не пострадал. По последним данным, ликвидирован природный пожар и в Павлодарской области. Эвакуированные жители с зимовки Жильтау в Байнаульском районе вернулись в свои дома. Огненная стихия на территории Национального природного парка разбушевалась двое суток назад. В огне пострадало 10 тысяч гектаров земли. Тушение пожара велось как наземными силами, так и с воздуха. В понедельник в полдень пожарные объявили о локализации огня. Почти сутки им пришлось тушить отдельные очаги возгорания. Сегодня степной пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия дежурят пожарные расчеты. Рекордную сумму выделили на оснащение лесхозов в Казахстане. В этом году на эти цели направят свыше 50 миллиардов тенге. Финансирование увеличили более чем в три раза. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии природных ресурсов Нур-Ерлан Насанбаев. В планах закупить около 1400 единиц противопожарной техники и оборудования. За счет этих же средств работникам лесных учреждений будут доплачивать за риски. Впервые за всю историю лесного хозяйства страны выделено 52 миллиарда тенге на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования. В том числе за счет лизинга 40 миллиардов тенге. Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее пожароопасных регионах страны до 100%. К новостям в мире. Пять больниц на юге Ливана прекратили работу из-за авиаударов Израиля. Сейчас в регионе функционирует лишь один медицинский центр, но медики опасаются нехватки медикаментов и топлива. Запасов может хватить лишь на несколько дней. Напомню, ранее власти Ливана сообщили об интенсивных ночных авиаударов израильской армии по району Дехия. В результате больницы Святой Терезы и госпиталь Аль-Расул Алязам временно приостановили работу. Отмечу, госпиталь считается одним из крупнейших медицинских комплексов в ливанской столице. У нас есть около 10 тысяч литров топлива для электрогенераторов, но через 2-3 дня наши запасы закончатся. Я не знаю, как мы будем работать дальше. Мы призываем власти помочь нам, чтобы мы могли и дальше оказывать помощь. Еще 4 больницы в этом районе уже закрылись. Теперь мы стали передовой. Между тем, в северных районах Израиля вновь включили сирены воздушной тревоги, предупреждающей об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии. Как говорится в заявлении, сирены слышали жители в районе населенного пункта Керем-бен-Зимра. Правительство Палестины создало специальную группу по восстановлению сектора газа. Как заявил премьер-министр страны Мухаммед Мустафа, главной задачей миссии станет разработка планов по восстановлению инфраструктуры и жилья, а также подготовка программ для экономического возрождения региона. Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лазарини заявил, что боевые действия в Анклаве разрушили большую часть инфраструктуры. Уничтожены также исторические объекты, такие как Великая мечеть Газы, построенная почти полторы тысячи лет назад. По последним данным, число жертв за год среди палестинцев достигло 42 тысяч человек. В Люксембурге презентовали инвестиционные возможности Казахстана. Мероприятие организовало посольство нашей страны в Бельгии и Люксембурге совместно с Торгово-промышленной палатой Великого Герцогства. Казахстанские дипломаты и представители Казахинвест рассказали предпринимателям крупных европейских компаний об условиях инвест-климата и логистическом потенциале нашей страны. Бизнесмены, в свою очередь, выразили желание участвовать в работе Международного финансового центра Астана и технопарка IT-стартапов. Посол Казахстана в Люксембурге Маргулан Баймухан подчеркнул динамичное развитие торговых и инвестиционных связей между странами, отметив, что для Казахстана интересен опыт Люксембурга в развитии финансов и инноваций. Мы увеличили товарооборот в прошлом году в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Поэтому динамика большая, мы хотим более шире показать предпринимательские возможности, инвестиционные возможности в Казахстане и чувствуем такой большой интерес. Люксембург, хоть и небольшая страна, но с серьезным капиталом и многими инновационными решениями. Если смотреть в глобальном отношении, мы можем отметить, что в Казахстане есть экономический рост и стабильность, и это очень интересно и важно для европейских компаний. Бизнес-климат в Казахстане благоприятен для иностранных инвесторов, и ваша страна прилагает большие усилия для привлечения иностранного капитала в страну, предлагая открытый и стабильный рынок. В Милане проходит казахстанско-итальянский форум «Казахстан-Италия. Торговые и инвестиционные возможности на пути в Казахстан». В нем приняли участие больше 50 отечественных предприятий, которые представили сферы сельского хозяйства, нефтесервисных услуг, текстильную промышленность, туризм и IT. Основная цель форума – создание платформы для диалога и обмена идеями между правительствами и бизнесменами двух стран. Казахстан предложил внедрить концепцию «Made with Italy», которая будет продвигать продукцию, произведенную на совместных предприятиях с участием итальянских компаний. Международный фестиваль «Шегас Салборуне» в эту субботу соберет тысячи туристов на востоке Казахстана. Масштабное событие станет своеобразным продолжением игр кочевников. Участие в нем подтвердили уже пять стран. Гостей ждут зрелищные состязания беркучи, забеги гонщих собак породы тазе, конные соревнования. О самых интересных моментах предстоящего фестиваля узнала Анна Лисенбердина. Фестиваль «Шегас Салборуна» уже стал традиционным. С прошлого года при поддержке Акима области он обрел международный статус. В этот раз противостоять казахстанским беркучи будут участники из Китая, Монголии, России, Кыргызстана и Венгрии. Ожидается и большой наплыв туристов – до 5000 зрителей. Мы специально там ставим юрты, юрточный городок. Более 20 юрт будет установлено. Помимо этого, очень большая юрта, концертный зал. Мы устанавливаем большую юрту. Мы специально его заказали, которая была установлена на играх кочетников. Предусмотрели и автобусный маршрут из Усть-Каменогорска до села Бузанбай, где и будут проходить состязания. Свои навыки, умение реагировать на команды и быстро находить добычу продемонстрируют 80 беркутов и 30 соколов. К серьезному испытанию готовится и всемирно известная девушка беркутчи Айшолпан Ргаевказа. Ежедневно на тренировки у нее уходит около пяти часов. Птиц мы готовим так же, как готовят лошадей от бега. Тренируем на скорость, внимание, учим узнавать голос хозяина. Сейчас у меня трехлетний беркут. Мы будем вместе защищать честь своего региона и Казахстана в целом. Кроме того, гости смогут посмотреть на забеги Барзыхтазы, оценят показательное выступление по Жамбаату, Тенгеалу, увидят, как приручают необъезженных лошадей. Своё искусство на мастер-классах и выставках покажут и ремесленники. Так в области возрождают великое наследие казахского народа и заодно привлекают туристов со всего мира. Фестиваль Шагас Салбруна уже стал брендом региона. Анна Лисенбергна, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24КЗ. На этом наш выпуск новостей завершён. Спасибо, что были с нами. Эти и другие новости вы можете найти на наших социальных сетях. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok